На сцену приглашаю для поздравления Олега Григорьева Капылова, будьте добры. Григорьевич Капылова, будьте добры. Олега Григорьевич. От главного управления социальной коммуникации Московской области Лынский Сергей Альбович Сантовича, будьте добры. Заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района Нищеменко Романа Кипревича, будьте добры. От партии «Единая Россия» Мирееву Макиру, будьте добры. Председатель Совета ветеранов Пушкинского муниципального района Горисова Альбина Григорьевича, будьте добры. Председателем региональной татарской национальной культурной автономии Московской области Лынский Сергей Альбина Григорьевича. Дорогие земляки, мне доставляют искреннюю радость присутствовать на этом очень торжественно, очень значимым для меня событием. И когда я получил приглашение, раньше приглашают, когда был на должности, как правило, приглашают в кресло. Сегодня кресла нет, есть просто живой человек. И вот я получаю это приглашение, я был тронут, буквально до слез. И приехал сюда не только, чтобы, в общем-то, поздравить вас с этим юбилеем, но и одновременно отдать должное вдохновителю этого праздника, Хамедея Владимировна. Вы знаете, у меня было три человека, только появился в 96-м году, и практически три человека, которые практически каждый день, я их видел, они приходили. Но приходили в самый главный мир для того, чтобы что-то для них. Они приходили, чтобы через власть, представитель власти, решить какие-то вопросы для людей. И среди вот этих трех человек была, у меня Вахитина, невысокая, маленькая, но с каким большим сердцем, с какими, ей нельзя было отказать. Сегодня и в ролике моем, и выступающие для меня говорили, этому человеку нельзя отказать. С таким убеждением. И вы знаете, еще время было такое, это становление нового государства, это неспокойная обстановка, а что там неспокойная, чуть не войны на Кавказе, не чуть ли, а были. Напряжение было и среди людей, и чувство злоба, какое-то недоверие. Ну, действительно тяжелая обстановка. И вот давайте мы сделаем вот что-то полезное для того, чтобы соединить народы. У нас большая, ну, естественно, выборку сделали по району, кого что, у нас большая масса украинцев, большая масса представителей татарского народа. Следующий идет Азербайджан. И вот мы, тут как раз удобно получилось, наш старовитель Виктор Иванович Старышкин заканчивал дом, и мы выбили вот эти вот комнаты для так называемого высокого слова «дом дружбы». Фактически это помещение там, две комнаты. Но тем не менее, они явились как бы вот движителем большого нужного дела. Выделили сперва это для комбинации, условно говоря, для мусульманского представительства. Но имели в виду, что были уже заявки от украинцев, от Азербайджана. И после этого белорусы. Ну, ребята, как бы действительно дом, и здесь должны размещаться все, и здесь должно быть только мир, согласие и уважение друг к другу. И я скажу, вообще, как в семье жизнь состоит из маленьких дел. Вот из этих маленьких домов получается потом дружба, уважение и любовь друг к другу. Поэтому я считаю, что миссия в какой-то мере в этом вопросе выполнена. Но все равно я сказал искренние слова благодарности всем организаторам, которые удалось им выделить вот это помещение, удалось создать такую атмосферу. Здесь и Виктор Иванович Сырочкин, здесь Нина Васильевна Воронова, здесь, ну, где бы нет, ну, все ясно и понятно. Понятно, вообще, всем, кто хоть частичку своего труда, своих, как бы так сказать, своих душей отдал в это очень благородное дело. Я бы хотел всем пожелать мира, всем пожелать уважения, быть добрым. Сергей Александрович Ильинич, будьте добрым. Добрый день. Разрешите от имени начальника Главного управления социальной коммуникации Московской области Ирины Владимировны Брещевой поздравить вас всех здесь присутствующих с 20-летним юбилеем создания местной татарской национальной культурной автономии в Кушеве-Воеве. Сегодня в Москве проживает более 140 национальностей, и представители этих национальностей объединены общей заботой о развитии и процветании нашего края. И особую, вот именно часть этой работы проводите мы местной национальной культурной автономии. Ярким примером тому является проведение последнего этапа марафона национальных культур, который прошел здесь, в Кушкино. Марафон начался 4 ноября, стартовал в Зарайске, прошел по таким городу, как Коломна, Орехово-Зуево, Ногинск, и заключительный этап прошел здесь, в Кушкино. На этом этапе прозвучали песни, танцы различной национальности. Была организована очень интересная выставка. Были показаны замечательные мастер-классы. И это все благодаря вам. Спасибо вам большое. Еще раз разрешите пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Заместителю главы администрации, Вещеменко Роман Иванович, будьте добры. Игорь Иванович. Здесь у нас присутствует глава города Пушкина, Некрасова Елена Юрьевна. Мы вас просим, будьте добры, на сцену. Дорогие друзья, уважаемая Геляра Абдулевна, я поздравляю вас с 20-летием со дня создания национального крупного объединения «Катар» Тушкинского района МЗФА. Позвольте мне от лица главы Тушкинского муниципального района Сергея Михайловича Гривенченко зачитать поздравительный адрес для ваших праздников. С 1997 года объединение занимается сохранением татарских традиций культуры, ведет благотворительную работу, показывая огромную помощь нуждающимся. История МЗФА неразрывно связана с историей Тушкинского дома дружбы, уникального места, где собирается представитель самых разных национальностей культуры, замечательного примера работы в области укрепления межнациональных отношений. Этот конечный день нельзя не вспомнить, а не даже не произошедшим в частном событии. В октябре этого года нас подарил в универах на хромару, человек, чьей энергией, теплотой в УЗФЕ поддерживалась интересная и активная жизнь, велась важная общественная работа. Уверен, что дело, начатое комбинативами, продолжится, а национально-культурное объединение вызывает и в предыдует развиваться, оставаясь ярким, социально значимым и культурным явлением Тушкинского муниципального района. Уважением глава Тушкинского муниципального района Сергея Митлановича Юрьевича. Совместно с Еленой Юрьевной и Красной Украины отметить. Уважаемые друзья, вы знаете, мы сегодня создали здесь положительное замечательное событие, где она была ценна на протяжении города Пушкина и Пушкинского муниципального района. Она долгие, которые объединяла нас с вами всех, я думаю, что нынешние последователи обязательно продолжат все хорошее дело, и мы с вами живем. Раньше в СССР это была мокрациональная страна, а сейчас мы живем в Советском Союзе, сейчас мы живем в России, это точно так же мокрациональная наша страна. Я хочу пожелать нам всем жить в мире, в дружбе и согласии. Спасибо вам, что вы пришли, желаю вам всем здоровья и благополучия. Спасибо. На сцену приглашаем Косянова и Саннея Ахметовна. Саннея Ахметовна. Нет. Ренькина и Гитаря Ахтуловна. Благодарны. Аплодисменты. 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 Продолжение следует... Добрый день, уважаемые друзья! Я тоже хочу присоединиться с поздравлением от имени полицовета и от имени секретаря. Хочу поздравить в этот прекрасный праздник национальную культуру и автономии Тошкинского района. Я, Юра Григорьевна, знал лично как раз с тех времен, когда создавали Дружбу. Дом Дружбы можно, мне кажется, представить себе как всю нашу страну в маленьких измерениях. Потому что все наши страны состоят из многих национальностей, из многих конфессий. Это наша страна, мы должны ее любить, лечь, любить друг друга, уважать друг друга и жить в согласии и в дружбе и в любви. И Ханле Вахидовна своим действием, она показала, что мы это можем. И я думаю, что 20 лет организации, которая она создавала, это серьезный возраст. И наша задача эти традиции продолжать, чтобы ее дело жила и процветало, и чтобы поколения, молодые поколения эти традиции продолжали. Поздравляю вас с праздником и разрешите небольшое подарок вручить вашему руководителю. Я знаю, что когда мы приходим в Дом Дружбы, всегда нас встречает тепло, накрывает стол, делает пироги. И вот, чтобы всем хватало, значит, чай наливать, и накрывает стол, мы подарили небольшой чайный сервис. Вашу работу. Спасибо.